Минувшая неделя была достаточно пустой с точки зрения региональной повестки. Башкирские СМИ в основном увлеченно обсуждали спасение селянина, застрявшего на крыше сарайки, и событием вселенского масштаба должно было случиться послание Владимира Путина к Федеральному собранию и активу его режима. Для этого были предприняты, конечно, все мыслимые и немыслимые меры. Трансляция планировалась по всем каналам телевидения, радио, из всех утюгов и прочих бытовых приборов, а кинотеатры даже объявили бесплатные сеансы, на которых транслировали обращение Владимира Путина к Федеральному собранию. То есть вот прям можно было прийти в кинотеатр, сесть и смотреть онлайн вот это вот самое обращение. Но не случилось. Народ не особенно-то слушал вот это все из всех этих утюгов и прочих бытовых приборов в кинотеатры. Вообще никто не пришел. В Уфе пришли, по-моему, пять или шесть журналистов, зачем-то они пришли в кинотеатр. А потом туда пришла полиция с собаками обследовать зал на предмет его заминирования. Ну, впрочем, это неудивительно. Путин уже так всем надоел, что мы, как бы, заранее даже, наверное, знали, о чем он нам будет рассказывать и что он нам пообещает. Ну, человек, как говорится, не первый раз. Это уже восемнадцатое обращение Владимира Путина. Ну, и действительно, он безудержно обещал, обещал процветание, поддержку, рост доходов. Там попутно грозил Западу и клялся в том, что вот теперь-то уж он точно начнет заботиться о благе Матушки России и ее несчастных жителей. Ну, как бы, реакция населения, которая наблюдается в социальных сетях, где-то в личных разговорах, еще где-то, она абсолютно была предсказуема и на удивление однородной. Вот рефреном на это обращение прозвучало, собственно, такое «А где ты, мил человек, был все последние 24 года? Если вот это все, ты нам обещаешь только теперь». Ну, подтверждением этого тезиса может служить и результаты нашего опроса, который мы сделали на телеграм-канале «Открытая политика», на который, кстати, не забудьте подписаться, чтобы участвовать в этих опросах. И мы задали вопрос нашим подписчикам, поверили ли они в 18-й раз в обещание Путина, которое он дал, значит, во множестве своем в этом самом обращении. Результаты таковы. Тысяча человек с лишним поучаствовало в опросе. Опрос был довольно короткий, он длился всего два дня. И из этой тысячи 16% опрошенных в 18-й раз поверили Путину. Ну и, соответственно, 84% опрошенных Путину его обещанием не поверили. Ну, очень радует, что среди наших подписчиков, по крайней мере, в нашем канале Телеграм, так мало легковерных, наивных людей, которые готовы взять на веру в 18-й раз одно и то же, то, что обещает Путин. Я не буду подробно останавливаться на том, что он обещал, почему все это неправда, то, что он говорил, потому что там, ну, масса было прям прямых ляпов, там, например, про то, что россияне стали меньше пить благодаря его усилиям. На самом деле, буквально за два дня до обращения Путина государственное информационное агентство ТАСС сообщило, что в России побит рекорд потребления крепких спиртных напитков. Ну, то есть, очевидно, что там какой-то разлад информационный, что Владимир Владимирович давно уже живет в какой-то собственной выдуманной реальности, ничего общего не имеющей с тем миром, в котором мы живем, граждане Российской Федерации. В условиях, когда независимых источников информации в России становится все меньше и меньше, помните, что мы работаем для вас исключительно благодаря вашей помощи, вашей материальной помощи к каналу. Не забывайте жертвовать посильные для вас средства нашему каналу. Сделать это можно единственно доступным способом, через расчетный счет, который мы вам демонстрируем и который вы можете найти в описании под каждым нашим видео. Не забывайте, пожалуйста, ставить пометку пожертвования. И еще немного о послании Путина. Примечательно, что за два с лишним часа, которой длилась эта обширная речь, режиссеры трансляции ни разу не показали крупным планом ради Хабирова. Показывали только мельком в панораме зала в общем и в целом. То есть, если сильно хотелось, можно было его где-то в дальних рядах там рассмотреть. При этом других губернаторов, других видных деятелей действующего в России режима показывали довольно часто и охотно. Минихановы и вовсе несколько раз показали продолжительным и крупным планом лично. В своем послании Владимир Путин многократно упоминал различные регионы Российской Федерации в качестве примера тех или иных успехов. Но ни разу не упомянул ни Башкирию, ни Уфу. Ну и посажен-то Радий Фаритович был в один из самых дальних рядов в зале, где происходило это послание. По соседству совсем уже с малозаметными людьми. По правую руку, правда, у него сидел Павел Рюрикович Качкаев, известный изобретатель капитального ремонта для граждан Российской Федерации. Все это вместе не может быть случайностью. Потому что, хотя бы потому, что мы знаем о том, как тщательно соблюдаются в Кремле ритуалы и условности. Вот непоказывание Хабирова во время трансляции, конечно, это тревожный сигнал. То, чтобы Башкортостан не был упомянут Путиным, и то, какое место досталось Хабирову в зале для этого послания, однозначно свидетельствует о том, что Хабиров находится в некой опале у кремлевских властителей. А вот достаточно ли сильна эта опала и достаточно ли этой опалы для того, чтобы Хабиров не получил второй срок главы региона, чего так давно и страстно желают жители Республики Башкортостан, мы вот узнаем уже буквально летом. Потому что летом мы поймем по сопутствующим признакам, выдвигает ли Кремль Хабирова в качестве кандидатуры на выборах в сентябре или будет подобран какой-то ему заменитель. В общем, как говорится, осталось совсем недолго ждать. В прошлое воскресенье, по техническим причинам, связанным с отсутствием связи и каким-то сбоем у Фанета, мы не смогли провести юбилейный сотый стрим открытой политики. И вот завтра, 3 марта, мы попытаемся его провести еще раз. Ну, я, конечно, понимаю, что Бог любит троицу, но мы все-таки попытаемся сделать это со второго раза, потому мы, конечно же, ответим на вопросы, которые были присланы в предыдущий раз, но присылайте еще вопросы, если они есть, и мы постараемся ответить на все из них. Так что подключайтесь, если будет все нормально со связью, проведем сотый стрим завтра, в воскресенье в 21.00. Тем временем Ради Хабиров продолжил реализацию своего плана встреч с национальными объединениями республики. События в Баймаке явно заставили Хабирова обратить внимание на то, в какую яму попали межэтнические отношения в республике Башкортостан и в какой яме находится внутренняя политика в целом регионе. На этот раз Хабиров встречался с представителями татарской общественности. Я не знаю, с кем конкретно он там разговаривал, но Хабиров осыпал татар Башкортостана комплиментами и обещаниями. Он даже нехотя признал, что в республике Башкортостан проживает целый миллион татар. Обещал много и вдохновенно, прям как Остап Бендер. Обещал татарское вещание телевидения и радио. Обещал татарские школы и изучение языка. Даже сгоряча пообещал татаро-башкирский сабантуй в Казани провести. Я правда не знаю, как к этому отнесутся казанские власти. Ну и в конце концов, о чудо, пообещал поставить в Уфе памятник знаменитому татарскому мотогонщику Габдрахману Кадырову. Ну вот прямо, как говорится, прорвало Радия Фаридовича. При этом Хабиров грозно объяснил татарским общественникам, что национальное согласие, согласие с его кандидатурой, это самое главное в жизни. Но враг при этом не дремлет, заявил Хабиров. Дословно он сказал следующее. Первый удар врага пришелся по национальным республикам. Вот ни больше, ни меньше. Какого конкретно врага имел в виду Радий Фаридович не пояснялось. Но точно он не имел в виду своих подчиненных из управления внутренней политики, администрации и главы региона, а скорее всего опять намекал на коварных эстонских диверсантов, сбивших с пути истинного наивных жителей Баймака в минувшем январе. Если вы по какой-либо причине не подписаны на наш канал, но смотрите его регулярно, обязательно на него подпишитесь. Ставьте лайки, комментируйте, если у вас есть собственное мнение или вы в чем-то не согласны с нашим мнением. Все это вместе очень поможет продвижению нашего канала. Кроме всего прочего, это абсолютно безопасно и абсолютно бесплатно для вас. Тревожные новости доносятся из кулуаров Башкирского Белого дома. Стало окончательно понятно, что сразу после выборов глава администрации Хабирова Максим Забелин отбывает на работу в администрацию Подмосковья. Суть по всему, он будет заместителем губернатора Подмосковья. А на смену Забелину придет Азад Барданов. Тот самый Азад-солдат, который с сентября 2022 года занимается распределением гуманитарной помощи бойцам СВО, выходцам из Башкортостана в ДНР. Однажды Хабиров уже пытался поставить Барданова на должность главы администрации своей собственной. Ну, это случилось сразу после ухода. Саша Сидиакин с этой должности. Но тогда этому активно воспротивилась администрация Путина. Ну, и лично Сергей Владимирович Кириенко. Теперь же, когда Азад-солдат вернется в скором времени весь в медалях, да еще и под аккомпанемент слов Путина о том, что ветераны специальной военной операции должны возглавить все вокруг, ну, тогда у Барданова резко возрастают шансы занять вот этот вот искомый пост главы администрации Хабирова. И Сергей Кириенко, пожалуй, что не осмелится возражать против подобного кадрового решения. Впрочем, если исходить из логики, чем хуже, тем лучше, назначение Барданова только ускорит полный крах Хабирова. Ведь именно Барданову придется организовывать перевыборы шефа в сентябре нынешнего года. Ну, а вместе с Уралом Кельсенбаевым Барданов составит такую страшную разрушительную силу, что они гарантированно угробят любое дело. Ну, в общем, как говорится, поживем-увидим. Уже скоро все это случится. Новости об арестах, задержаниях и уголовных делах соратников Хабирова неизменно продолжают мелькать в лентах новостных агентств. На минувшей неделе продлено содержание под стражей генерального директора Башкира Автодора, а в недавнем прошлом водителя Хабирова Ильдара Юланова. Его подозревают в расхищении бюджетных средств и оставлен он в СИЗО до 27 марта. Продолжают сидеть в СИЗО различных городов пиарщица Хабирова Елена Прочаковская и советник Хабирова по науке Руслан Казыханов. Обоих подозревают в присвоении бюджетных средств или мошенничестве. Возбуждено уголовное дело на директора автоколонны башкир автотранса, подозреваемого в получении взяток. Вот бог ты мой. Вот вдумайтесь, водители автобусов несут взятки директору автоколонны. До чего довел Хабиров в бюджетную сферу, вот можно судить по этому одному единственному факту. Так скоро, наверное, медсестры понесут взятки уже головврачам. И, констатирую, в связи с этим коррупция в Республике Башкортостан проросла насквозь внутри бюджетной сферы. Дотошный эксперт в области транспорта и перевозок Олег Арефьев обратил внимание на то, как странно выбирают страховые компании для заключения договоров ОСАГО некоторые крупные государственные предприятия Башкортостана. Речь идет о муниципальном унитарном предприятии управления инженерных сооружений и унитарном сельскохозяйственном предприятии МТС «Центральная». Они при проведении закупки услуг ОСАГО для своего транспорта выбрали не ту страховую компанию, которая предложила минимальную цену, а ту, которая предложила цену вдвое выше своих конкурентов. Оказывается, все дело в недавно появившейся лазейке. Так называемом неценовом критерии при проведении конкурсов. Этот неценовой критерий теперь позволяет законно не экономить на бюджетных средствах. А учитывая то, что услуга ОСАГО по сути и по закону идентична у всех компаний, согласитесь, это выглядит достаточно странно. Ну, остается понять, это бескорыстная глупость или коррупционные сделки все-таки были. Учитывая, что эти сделки были на многие миллионы рублей, у этих предприятий довольно обширные автопарки, стоит их застраховать не три копейки, тут стоит задуматься и, наверное, стоит заинтересоваться этим фактом и прокуратуре. Ну, вот эта бескорыстная глупость и коррупция – это, пожалуй, два основных столпа бюджетной сферы при Радии Хабирове. Объявленная недавно перспектива появления платных парковок в Уфе продолжает будоражить уфимцев. Ну, слишком много вопросов, на которые нет ответов. Сколько? Когда? Почем? Кому? Почему? Где? Все эти вопросы пока остаются без ответа. В нашем телеграм-канале «Открытая политика» мы провели опрос вопрос среди наших подписчиков об их отношении к этой проблеме, считают ли они парковки благом, злом или еще чем-то. Более 1700 человек охотно приняли участие в нашем опросе. И, кстати говоря, те, кто не подписан на наш телеграм-канал, мы снова вас призываем, подпишитесь, можете участвовать в наших опросах. Так вот, 12% из опрошенных полагают, что платные парковки – это решение, эффективное решение проблемы парковки в центре города Уфы. И еще столько же, 12% относятся безразлично к этой проблеме, так как они пешеходы, им наплевать, паркуются машины платно или бесплатно. Хотя я бы тут не согласился, потому что даже пешеходам, наверное, не безразлично, как и сколько машин стоит вокруг них вдоль дорог. Ну и, соответственно, 76% опрошенных считают устройство платных парковок в Уфе очередным надувательством и отъемом денег. Лично я считаю, что устройство платных парковок имеет все-таки смысл, но при соблюдении ряда условий. Например, научный, обоснованный подход при выборе зон устройства этих парковок. Корректная, обоснованная стоимость за парковку и понятный путь денег от вот этого парковочного автомата до бюджета города Уфы. Наличие права бесплатной парковки для проживающих в непосредственной близости от этих парковок. Ну, согласитесь, это гуманно. Ну, услышит ли мэрия все эти вопросы, удосужится ли она на них отвечать, я не знаю. На самом деле, в их интересах вести разъяснительную работу, коль скоро они, значит, собрались эти парковки устраивать. Ну, и вообще, по моим данным, в 2024 году еще никаких платных парковок в Уфе не появится. Ну, во-первых, потому что еще до конца непонятно, кто будет там основным инвестором, а во-вторых, ну, это вот юбилейный год, 450-летие, и, наверное, было бы неразумно будоражить народ еще и вот таким нововведением. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова